Ромео и Джульетта Потому что он сказал «excuse me», когда мне обе ноги отдавил. Но мы сидим перед началом, там оркестр в яме, пиликают, настраивают инструменты. Вдруг этот бритый поворачивается ко мне и говорит «шибко гудят». Я говорю «Так они же настраиваются, настроятся, перестанут». Тогда он повернулся лицом к англичанину и говорит «шибко гудят». Англичанин говорит «excuse me, я плохо говорить по-русски». Бритый говорит «да ты, я вижу, и по-английски-то не очень». В этот момент началась овертюра, дали занавес, стала видна площадь Вероны, замки, дворцы. Вдруг этот бритый двинул меня локтем. Я говорю «слышь, а где же озеро?» Я говорю «какое озеро?» «Лебединое?» «И при чем тут озеро, если это Ромео и Джульетта?» «Ты видал за такие бабки Ромео и Джульетта без озеро?» А на сцене в это время уже началась драка между Монтеки и Капулетти. Бритый опять двинул мне локтем. Я говорю «ты за что разборка?» Я говорю «это так по музыке написано». Я говорю «да я вижу, блин, если б не музыка, а они вообще друг друга замочили». Я говорю «слушай, давай смотреть». Он говорит «как хочешь смотреть, так смотреть». Повернулся лицом к англичанину. И говорит «every time во время еды во рту нарушается кислотно-селостной баланс». Англичанин говорит «yes, yes, every time». В этот момент мужик, который сидел впереди нас, вдруг так громко крикнул «браво!» Даже я вздрогнул. Бритый достал из кармана ножичек. Ещё раз так гаркнешь, не узнаю, с чем всё кончилось. Он говорит «что вы имеете в виду?» Он говорит «а я вот что имею, то сейчас и в виду». Мужик сказал «понял, больше браво до конца спектакля не кричал». Ну начался антракт, мы пошли в буфет. В буфете он догнал меня и говорит «ну и чё, они ногами так всё время дрогать будут?» «Петь когда начнут?» Я говорю «ну чё, с ума сошёл? Это же балет, там вообще все чувства выражают движениями». Он говорит «не скажи». У меня дружбан в казино ходил, бабки заплатил и балерина спела. Мы вернули в зрительный зал. Второе действие он начал во всеоружии, потому что в антракте, очевидно, пролистал программку и показывая пальцем на толстую кормилицу, шепнул мне «Джульетта». Я ему говорю «Джульетте 13 лет». Он понял, статья 119. В этот момент Тибаль смертельно ранил Меркутсу. И тот начал свой прощальный танец на глазах у всех участников балета. Брита опять двинул меня локтем и говорит «смотри, братва, блин, стоит и зенки тарасит. А чё, этот Ромео, он действительно такой могучий? Или ему туда в кольцо ничего подкладывают?» Я даже не нашёлся, что ответить. Потому что опять начался антракт, мы пошли в буфет. В буфете он догнал меня уже с бутылкой коньяку и двумя пустыми бокалами. Слушай, говорит, а тяпнем за здоровье Ромки с «Джулей». За композитор Родова тяпнем. Я говорю, про кофе. Про кофе так, про кофе. Кофе Якобс аромат – лучшее начало дня. Я сушил бокал. Мы вернули в зрительный зал. Ни слова не говоря, он повернулся лицом к англичанину. Ах, дыхнул на него тут. Англичанин замахал рукой. «Excuse me». Он говорит, я тебе говорил, кислотно-щелочной баланс. Нарушился, блин. Англичанин говорит, о, блин. Икра, водка. Он говорит, ну вот, видишь, уже соображать начал. И добавил. «Excuse me». Англичанин сказал, every time, блин. В этот момент Ромео вытащил яд. И по лицу Бритова я понял, что сейчас произойдет что-то неотвратимое. Но я даже не успел схватить его за руку. Он встал во весь рост и на весь зрительный зал заорал. «Ромка, не пей, козленочком станешь». Ромео пронес яд мимо рта. Джульетта начала делать фуете, половину сделала, сковырнулась и досрочно закололась. Бритый сказал, жалко куклу, с ней бы еще жить, да жить. Тут к нам подошла контролерша и сказала, если вы не прекратите, сейчас вызову милицию. Бритый говорит, вы там, блин, людей мочите, а милицию ко мне. На сцене Монтеки и Капулете уже пожали друг другу руки, а к нам по проходу двигалась охрана. Ну, мы сняли с места, выбежали на улицу. Уже на улице я спрашиваю, слушай, а что тебя вообще привело в театр? Я говорю, понимаешь, от брата твой прятался. Она ведь меня где хочешь найдет, но только не в театре. АУGM Спасибо.